Продолжаем наш официальный разговор. Сегодня у нас в гостях руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. В рамках программы президента Украины «Большое строительство» на 2021-2022 год в Донецкой области запланировано построить и отремонтировать 34 объекта. Какие это будут проекты, как планируют решить проблему водоснабжения и будет ли доступным жилье для переселенцев на Донеччине. Расскажет глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Давайте поговорим о проекте президента «Большое строительство». Что в этом году начнется строиться в Донецкой области? И самое главное, что из этого закончится строиться и жители начнут пользоваться? Этот год предусмотрена реализация. Просто немножко, несколько иной подход уже в этом году. Это часть объектов будут переходящие, то есть 21-22. Всего в период 21-22 предусмотрено 34 объекта. Это объекты социально-экономической направленности. Это также школы, садики, но это будут и центры предоставления административных услуг населению. Индустриальный парк предусмотрен. Также бассейн будет включен. Включен бассейн в Мариуполе «Нептун». Большое строительство. И мы наконец-то дореализовываем бассейн H2O в городе Краматорске. Современный спортивный комплекс, построенный практически с нуля, это в Лимане. Комплекс велосипедного спорта, современный велотрек. Это база и тренировочная, где в последующем могут проходить и спортивные соревнования. Нет у вас ощущения, что вот такие вот большие проекты, вливание государственных денег в социальную инфраструктуру, несколько расхолаживают органы местного самоуправления, потому что после децентрализации города получили большие финансовые ресурсы в свои бюджеты. И вот некоторые смотрят, что область строит школы, больницы, а мы тут будем как-то менее рационально использовать бюджетные деньги. Безусловно, в вашем вопросе есть рациональное зерно. Я об этом также думал, только не в том, что больше внимания, то есть источник финансирования. Если посмотреть по источнику финансирования, то львиная доля этого источника – это областной бюджет и государственный бюджет. Во-первых, инфраструктурные объекты, часть из них также, которые были начаты несколько лет назад. Их в любом случае нужно завершать. Также идет определенная часть этих объектов. Это областные объекты, это областной коммунальной собственности. Они находятся в областной собственности, эти объекты. И в любом случае, я когда пришел на свою должность, на должность, которую сейчас занимаю, и цель была развитие области в целом. Мы подходим таким образом, что этот объект будет, условно говоря, при первой очереди готов, но громаде в любом случае в дальнейшем придется заниматься благоустройством территории. И для того, чтобы имело в целом развитие громады в дальнейшем, один этот объект, он должен быть своеобразным импульсом для развития громады и приведения ее действительно в современный надлежащий вид, но в созданной особенно громады. Есть два инфраструктурных объекта, о которых много говорится на территории области. Это аэропорт и проблема водоснабжения. А будут ли эти темы в этом году иметь какое-то продолжение практическое? Безусловно, в этом году будут. И объекты ДФРР, значительные средства ДФРР привлечены по реанимированию объектов водоснабжения, коммунального предприятия «Вода Донбасса». Это и гидроизоляция русла реки Северский Донец, Донбасс. И мы занимаемся в настоящий момент проектированием засредства областного бюджета и решением проблемы водоснабжения Торецкой военно-гражданской администрации. Это город Торецк и прилегающие территории, потому что ситуация там действительно критическая. И в последующем все проекты я предоставил, я дал уже указание, чтобы мы подняли все предыдущие проекты, которые делала компания «Вода Донбасса», для того, чтобы мы проработали их. И с учетом тех корректировок, которые будут носиться по истечению этих лет, эти проекты у нас были, чтобы мы могли подавать в дальнейшем на участие в конкурсе ДФРР и могли привлекать международные организации. Можно рассказывать об этих проектах много, но я убежден, что по окончанию 2021 года мы уже будем видеть значительное продвижение именно по этому направлению, потому что оно требует особого внимания. И то, что происходит с водоснабжением в области, с постоянными порывами, продолжаться не может. В этом году в области начинается еще одна тема, о которой все эти годы много говорили, но мало что делали, это строительство жилья для переселенцев. Есть «Дом в Краматорске» один проект, есть еще несколько проектов при участии международных организаций. Как быстро мы сможем увидеть эти объекты уже в готовом виде и заселить туда переселенцев? Действительно, «Дом в Краматорске» на момент также июля 2019 года у меня был эскизный проект. Я неоднократно об этом говорил. Много моих личных нареканий было по этому проекту, даже по эскизу его предположительной стоимости, насколько он будет дорогостоящим проектом. Поэтому изменения претерпел непосредственно и сам проект. И в настоящий момент происходит тендерная процедура для того, чтобы мы уже в скором будущем смогли заложить первое, чтобы мы могли заложить и начать строительство дома. В чем проблема по строительству указанного дома? Земельный участок, который был выделен, я также сравнивал с строительством жилья в соседних областях, фактически без сетей, без коммуникаций, без электроснабжения. Просто построить дом и коробку и, скажем, дать отчитаться о том, что вот у нас стоимость жилья будет такая, но это просто будет стоять дом. А потом мы коснемся к второй очереди проектов и котельной к подведению сетей. Это будет абсолютно иная стоимость. Поэтому его максимально удешевили. Мы посчитали, что сейчас там заложено порядка 190 миллионов на указанный дом. Но это не только дом. 20% стоимости указанного строительства этого дома это будет занимать подведение электрических сетей, будет занимать водоснабжение. И сам дом предусматривает внутреннюю отделку, то есть работа так называемая под ключ, чтобы переселенцы могли переехать туда и уже непосредственно жить там. Кто и на каких условиях будет заселяться этот дом? Это служебное жилье для людей, которые работают на территории Донецкой области. То есть не будет предусмотрено, поскольку за десятки лет, на протяжении которых жилье не строилось в Донецкой области, сейчас дать возможность приватизации не будет это правильным. Наша цель, безусловно, чтобы это жилье было как можно, чтобы его было больше, соответственно, и стоимость, если в дальнейшем рассматривать, возможность приватизации не была высокой. И не начав строить, естественно, сложно сделать какие-то выводы по поводу ошибок или неправильных направлений по стоимости. Сейчас же я уже говорю, когда столкнулись с тем, что я ни в коем случае не хочу указывать на предшественников, но есть земельный участок, просто пустой земельный участок без каких-либо коммуникаций. С чем столкнулись в дальнейшем, это на нем необходимо строить, но максимально удешевить. В дальнейшем есть альтернативные варианты, даже с учетом изменения этажности этих строений. Делать это, безусловно, нужно. Я, как обещал, этот дом будет построен. Я надеюсь, что в следующем году переселенцы, которые потеряли свой дом в широком смысле этого слова, обретут не только дом, но и квартиры. Я напомню, что с официальным разговором в студии Краматорского бюро-канала дом был руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Ну а всех наших взглядителей я призываю оставаться с нами. Еще обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok